один из вопросов который пришел к нам как узнать какая именно стезя твоя какой именно твой путь чтобы потому что можно как бы взять хорошую идею двинуться за ней прикладывать силы и так далее а оказывается что это не не твой путь в итоге не твое призвание вот я знаю есть ответ на этот вопрос на самом деле есть такая такое понятие как и как правильно себя вести куда и как себя вести да нужно вести себя правильно в нужное место обычно мы привыкли реагировать на все что происходит нашей жизни очень простым способом происходит какое-то событие это событие приводит нас каким-то переживанием приводит нас каким-то может быть осознанием мы обычно на автомате на это событие реагируем и получать какой-то результат и И в результате этого результата мы получаем либо желаемые какие-то вещи, либо же вещи, которые мы, в общем, никогда не хотели, но не получились. И в коучинге личного самороста мы употребляем очень часто такую формулу, как происходит событие, есть отклик на это событие, наш отклик и результат. И очень важно понимать, что результат не зависит от события, событие произойдет в любом случае. Важно понимать, что результат зависит от нашего отклика. То есть как мы себя поведем, как мы отреагируем на то, что произошло, такой будет результат. Соответственно, если мы хотим другого результата от наших действий, нам нужно по-другому откликаться на события. И Библия нас этому учит. Здесь, опять же, в книгах Притч, в 4 главе, 26-27 стих. «Обдумывай стезю ноги твои, и все пути твои добудут тверды. Не уклоняйся ни вправо, ни влево, удали ногу твою от зла». То есть, Писание нам говорит следующее, что если мы хотим, чтобы в нашей жизни происходили какие-то положительные моменты, нам нужно положительно реагировать на все, что происходит. Да, бывает такое, что происходит какое-то событие в нашей жизни, и мы думаем, ну почему, за что нам это, что я такого сделал, за что нам такие испытания. На самом деле стоит сделать остановку, что называется, передохнуть, выпить стакан воды и подумать, какую позитивную сторону в этом я могу найти. Например, вас уволили с работы. Казалось бы, все, да, жизнь кончилась, работы уволили, денег нет. У большинства людей, если их увольняют с работы, денег, которые не накопили, остается там, ну на 2, ну максимум на 3 месяца, и то это в лучшем распаде. И мы начинаем в панике искать другую работу, находим все, что попало, иногда на худших условиях и так далее. Но на самом деле Бог хочет поменять реально наше окружение. Ему не нравится, что мы там себя каким-то образом держим в каких-то непонятных условиях. Более того, ему не нравится, что мы, может быть, не проповедуем там Евангелие, может быть, мы не являем собой Христа там. И Бог хочет вывести нас из этого окружения, вывести нас из Египта. И вы думаете, что евреям в Египте так плохо жилось? Они вышли из Египта, первое, что предъявили Моисею, говорит, мы там сидели на кастрюле с мясом, а здесь у нас даже перепелки несчастные нет. И нормально бывает, что мы привыкли к каким-то условиям, но Бог хочет все, хватит, я хочу вывести вас на другие, более лучшие условия. И всегда нужно искать, что позитивного происходит в нашей жизни. По поводу призвания все гораздо сложнее и проще с другой стороны. Если мы хотим получить Божье призвание, нам нужно просто научиться быть Вадимом Духом Святым. Дух покажет нам, куда идти. И самое главное, призвание, это вот, я могу свое следствие рассказать, призвание, оно не на всю жизнь. Если вы думаете, что вас сейчас Господь кое-то поставил, и вы там будете всю свою оставшуюся жизнь до последних дней находиться, вы ошибаетесь. Бог может вас использовать многократно в разных местах. И этого подтверждения мы ищем и в жизни Иисуса. В одних местах Бог хотел, чтобы Иисус исцелял, в других местах Он хотел, чтобы Он наставлял, в третьих местах Он хотел, чтобы Он обличал, в четвертых местах Он хотел, чтобы Его встречали как царя и бросали ему пальмами ветки под ноги ослика, на котором Он заезжал. Нас Бог будет двигать. Мы исполним свое предназначение, согласно своему призванию, Бог будет нас передвигать. Нельзя быть прикованным к одному месту. Мы не рыбы, в которых мы посадили в один и тот же аквариум, и все зависит только от того, куда мы будем дальше в нем плавать. И мы не дерево, которое углубилось своими корнями. Мы можем встать и пойти, и Бог нас будет вести. Он будет вести, и я хочу, чтобы мы вот эти стихи в Библии, в том числе Господь, пасторь мой, брали себе как руководство в действию. Он ведет нас к пажетям, и Он ведет нас к водам. Не мы сами туда идем. Мы можем прийти на такие поля, на которых вроде как все красиво, но нечего поесть. И к водам, которые вроде как хороши и видны издалека очень красиво, но их невозможно бить, как Мертвое море, например. Поэтому нужно идти просто ведомо быть Святым Духом. Он приведет нас и к пажетям, и к водам.